Продолжение следует... Давайте разомнемся. Меджит, давай тогда сегодня на технику поделаем рывковая протяжка, пока разменька, жимы за головы, два покойника. А тебе надо перед каждым классическим упражнением делать одно или два подводящих упражнений. Подводящий, типа вот как Меджит делает, он сейчас делает для рывка. Ну, в твоем случае давай сделаем для толчка. Я не понял, в чем разница протяжка, а в смысле механика в чем это развлечивается? Ну, для чего должна протяжка? Сама механика протяжка. Я тебе сейчас объясню. Сейчас я возьму. Смотря-смотря, ты не понял, в чем разница. Не то, что в чем разница, а само напряжение тела. Ну, смотри, все у нас дополнительные упражнения, второстепенные, подводящие, они у нас акцентируют внимание на каком-либо элементе или части подъема, а также на связках, то есть переключения одних групп мышц на другие, например, подъем-уход. Тебе же сложно будет, например, вырывая 40 кг, отработать это. У тебя голова работает над тем, как мне поднять этот вес, а не над тем, что сейчас я должен выпрямить за ним сразу все. А с маленькими весами, особенно перед тренировкой, когда ты пришел на тренировку в восстановленном состоянии, когда ты там можешь резкие какие-то движения поделать, еще не утомившись, мышц у тебя еще двигаются резко. Это если сейчас потренируешься, например, ноги приседаешь, тренировку сделаешь, поприседаешь, я тебе скажу, ё, давай-ка попрыгаем, ты скажешь, да блин, у меня ноги уже не взгибаются, а то надо еще и резко прыгнуть на коне, запрыгнуть на коне. Раз, ну, и сидеть, и ты через бринт прыгаешь, ерунда, а то на коне. То же самое, давай начнем с протяжки. Не, подожди, я объясню. По поводу протяжки. В данном случае, протяжка на грудь. Чем она полезна, скажем так? Тебе, в тренировке, в толчковой. Мы, когда поднимаем, мы отрабатываем взрывное усилие в ногах. То есть мы не просто управляемся и всегда поднимаем в руках. Мы делаем это быстро и резко. То есть тебе нужен финал такой. Раз, взял. Максимально выполнился и взял. То есть ты отрабатываешь вот это вот. Отрабатываешь и разогреваешься в тренировке. К толчковой руки. Вот эту вот быструю работу ног. Подожди, подожди еще. И когда ты делаешь, когда ты сделал это движение ногами, не пошла штанга вверх. Тебе нужно контролировать подъем вдоль туловища. Не так, а вдоль туловища. И резкий подворот. То есть ты поднял, пуп, подвернул. Реский поднял, подвернул. В данном случае да. Ну можно блинты положить. Ну давай блинты подложим. Лучше без них будут привыкать. Немножко пониже, немножко пониже. Опускайся. Ноги сгибай, ноги сгибай. И все, теперь по прямой. Вдоль ног не надо вести. По прямой. Смотри. По прямой. Груди. По прямой груди. По прямой. Нет. Опускайся. По прямой. По прямой. То есть паху не надо подворить. Вдоль ног не надо вести. По прямой. По прямой груди. По прямой груди. По прямой груди. Нет, подожди. У тебя получается уже как в руку. Ты сделал два кутона? Ага. Ноги побольше сгибай. Кабут приседаешь. Кабут приседаешь. Побольше ноги сгибай. Ага. Вот. Хороший. Подожди. У тебя получается он больше как на колу. Вот так похолодеешься. А тебе нужно приседать со штангами. Чтобы у тебя работали ноги. Видишь? Чтобы у тебя спина как бы была в одном положении. А работали ноги. Ага. Ага. Вот. Вот так хорошо. Угу. Плечи ногами. Возьми ногу и остановись. Это твоё... Ты всегда так делаешь на груди? Ну, в принципе, да. И когда толкаешь, да? Ну да. У тебя здесь напряжённое? Нет. Надо напрягать. Надо напрягать. Смотри. Прими вот такое исходное положение. Для толчка. Тебе надо напрягнуть поясницу. Таз немного назад. Грудь вперёд. Вот. Да. Вот. Вот так тебе надо брать протяжки на груди. Вот. Ага. Да. Всё. Отдохни. Ноги поуже. Всё. Ещё раз надо поставить. Что-то слышим широко. Что-то слышим широко. Речь ногами. Нет. Штанга. Локти вверх поднимаем. Вдоль грудь. Вдоль грудь. Вдоль грудь. Вдоль грудь. Вдоль грудь. Протяжка, грубо говоря, что это твой протяжка. Протяжка это наш старт в обычном толчке. Работа ног в обычном толчке. И финал. Это по двору колотки. Вот ты вот эти элементы отрабатываешь. Протяжка. Давай попробуем. Ночи чуть проуже. Вот. Вообще, давай чуть-чуть повыше. Должен быть обычный старт. Исходное положение толчка. Так ты всегда ставишь или шире? Или ты всегда ставил шире? По-шире мне кажется. Как-то чувствую себя неустойчиво. Ноги-то опять. Носочки немножко развели. Сторон в сторону. Ещё. Вот. По прямой, по прямой. Резко по прямой. На грудь. К животу не подводи. Не делай дугу. По прямой. Ага. Ты должен чувствовать, как ты ногами её поднимаешь. Резь и ногами. Выпрямляйся. Вот. Подворот больше локтей. До конца. До конца поднимай. Вот. Да, да, да. Ага. 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 Помного не делай. Раскатай. Чуть-чуть надо побыстрее ногами. И подворот самое главное. Резко подворот. Резко поднимай. Ну, ну, руками от нею поднимаешь. Мучи. От пояса уже руки идут. Вот. Ты встаёшь. И вот от пояса уже руки у тебя прошли. А тебе нужно научиться. Вот как мы делаем подрыв. Мы руками не взаимодействуем. И дальше, когда уходим, просто руками сопровождаем. Активно сопровождение идёт. Также и в протяжке. Тебе надо полностью выпрямиться с прямыми руками. Они не работают в подъёме. А когда ты выпрямился с прямыми руками. У тебя же импульс пошёл под подъёмник на штанг. И ты здесь её руками чик завёл. Если большой вес, то надо было большой вес. Ты два вопроса могу сделать, да? Всё. Тогда разбирай пятёрки. Подъём и по руковой протяжке все. Вот смотри, я принял исходное положение. Делаю резко ногами. И подворот. Ногами и подворот. И подворот. Если ты всегда, например, делаешь на груди и толкаешь не с такими локтями, там некоторые вот так могут поднять. А вот с такими. Всё равно делай как можно выше. Чтобы у тебя отрабатывался вот этот двигательный навык. Чтобы когда ты будешь играть на груди большой вес, чик у тебя уже автоматически присутствовал вот этот подворот. Вот ты, кстати, протяжкой отрабатываешь мою. Пошире ноги, миджит. Для седы делаем. Разножку ставим для седы. По дрову не подводи, по прямой. По прямой. Ну, нормально. Ну, всё, давай в следующий раз прибавим. Тяжелоатлетики, знаешь, ещё какая вещь присутствует? Вот, штангист, ну, это я так образно говорю, он может всё. Он может в определенный момент напрячься, расслабиться. Он может, как ты говоришь, непонятно, неудобно. Вот в том-то и дело, что штангисту это должно быть понятно. Он понимает, для чего это. И он тренирует именно определенные действия, движения. Не обращай внимания на то, что как будто ты берёшь, к животу подрутишь. Не надо. Здесь надо просто прямой. То, что тебе непонятно, неудобно. Нужно как бы свыкнуться. И постараться повторять, повторять, повторять. И со временем ты и поймёшь, и правильно будешь делать. И ещё есть, например, такие упражнения в виде комплекса. Это, например, взять рывковую бродяжку всех, плюс уход от подрыва из высокой стойки, плюс, может быть, там, хоть жим, хоть, например, уход с плеч. Вот такие три разных упражнения. Они, грубо говоря, они каким-то намёком тебе могут сказать, что это для рывка. Правильно? Человек берёт рывковую плату, садится в рывковую сеть. Но они не приближены настолько, чтобы ты чувствовал себя как рыба в воде. В том-то и дело, что ты, создавая вот эти условия и работая на определённые моменты, он в данном случае работает над фиксацией всей. Над съёмом работы ног и фиксацией всей. И ногами одни. Не подседай. Речи, да. Пошёл уже не туда. Речи просто ногами делаем. Вот. А теперь ещё добавляем речи и локти подворачиваем. Вот. Спину стал прогибать. Давай последний разочек. И настали спину прогибать. Ты прогибал хорошо. Вот. Пошёл резко. Вот. Ненормально, Люка. Пошире ноги. Держи. Ноги ставим как для сета. Как мы в сети рвём, чтобы ты сразу опускался в этот сет. И добавляем уход из прямой стойки плюс 3. Спиной побольше. Угу. 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 Кстати, у тебя хромая тут фиксация. Надо сегодня поработать. Прибавляем вес. Сейчас дойдём до определённого веса, когда я буду не получать. Очень вяло начал со старта, вот, как на соревнованиях. Ну так, вкладывайся, вкладывайся, пойдем. А то ногу не затащишь. И подворот лапки. Теперь нужно включать перед глазикой либо такое упражнение. Есть еще упражнение приседания плюс жим. Оно просто элементарно. Либо берешь таким же образом, протяжкой на груди, потом делаешь приседания плюс жим. Приседания плюс жим. По три, по четыре раза. Вот, для начала начни включать. Это в каждое классическое упражнение. Неважно, на грудь стойку ты берешь, на грудь все. Но лучше, если, например, на грудь стойку ты не вырвешься, бери тогда на грудь протяжку. Ну, то есть, чтобы тебя... Да нет, я на одну. Я в правоту. Все. Ну, надо чередовать. На грудь стойку подрыв отрабатывается. Потому что движение короче. И если, например, свист, например, ты делаешь. Представь. Ты делаешь, на грудь берешь свист и в стойку. То есть, получается, ты разогнать ее, ее еще не разогнать. И за счет ухода ты ее не сможешь взять. То есть, получается, движение очень короткое. И ты, на самом ощущении, понимаешь, что если у тебя подрыв плохой, ты начинаешь его акцентировать на моем внимании. Потому что без правильного подрыва у тебя не будет просто получаться. И на грудь стойку это как один из элементов. Ты его как минимум должен чередовать. Одна тренировка на грудь всех, одна тренировка на грудь стойку. Ты даже, если ты тренируешься три раза в неделю, как ты будешь по контору, получается, у тебя два упражнения. Наклон немножко вперед идет, диджей. Сейчас. Ага. Ага, хорошо. Руки хорошо втыкаешь. Молодец. Сейчас прибавим. Вот. Молодец. У тебя должно быть, если ты вспомнишь то, что я вам рассказывал, чтобы мне опять не повторять. Если, например, ты пришел и делаешь, например, рвок классический, тебе не надо делать толчок классический. Делать надо стойку плюс толчок. То есть у нас должно превалировать какое-то одно упражнение, как бы делаем его уважным и более тяжелым. То есть если, например, ты принимаешь рывок классический 80 процентов, 85, то на плюс толчок берешь 70-75, ну до 80 на два раза. И наоборот. В следующей тренировке у тебя идет рывок в стойку сначала. Меньший вес получается. Ты делаешь на два, на три раза. И толчок классический дальше в одной тренировке. Иначе ты будешь утомляться. И если поднимать все время рывок классический толчок, то он ударец реально. Пусть даже тебе будет нравиться тяжелоатлетика, но у тебя не будет интереса, у тебя не будет... Мне, например, интересно тренироваться, потому что у меня разнообразные упражнения. Хоть я их всю жизнь тренироваться принимаю, но вот эта периодичность, то что я, например, неделю назад не делал, например, такую протяжку. Ой, мне интересно, за счастье бы, а вдруг... Посмотрите, может, я сейчас уже не 30 килограмм, а 35 сейчас делаю. Как я? Может, я поздравил. И вот эти небольшие рекорды желательно их записывать. Те же отжимания есть, например, у ФУПР, где есть, отжимания, подтягивания. В конце тетрадки обязательно записывать. Тяги, ну, тяги рекорды не надо делать, на три раза, которые ты делаешь, тоже записывай. Протяжки вот эти тоже записывай. Это же своеобразная ступенька, своеобразное стремление. Но не надо зацикливаться. И вот так, месяц назад я делал протяжку, давай я посмотрю, сколько я сегодня сделал. Не надо, просто ты чувствуешь, что ты прибавил в протяжке. Ты тогда уже раз пролистал и записал себе свой новый рекорд. Давай посмотрим, снимем пятерки, подберем на грудь. Насчет, как минимум, вот эти два упражнения. Это запомни, да? Сейчас тебе надо, да, рывковую протяжку включать. К рывковой протяжке ты можешь добавить потом. Например, рывковая протяжка плюс жим стоит, чтобы ты разогрел и низ, и руки в верхней плече. И приседания, и пружины. Вот так, минимум, чередуя эти два упражнения. Теперь давай уберем на грудь. Просто на грудь, без полчка. Виджет прибавит. Сколько? По ощущениям, если легко, то... Давай два с половиной с двух сторон прибавим. Чуть повозже надо, широковато надо. Ты рывки также не широку ставишь? Андрей, ничего к тебе не говорил, значит? Нет, насчет ножки не возьмем. Ну, широковато. Насочек немножко разъедли. Все. Хорошее судное положение. Лучше гораздо, чем в прошлом. Я даже помню. Хоть давно было. Ну все, давай. Вот, хорошо. Подожди, вот ты сейчас сделал рывковую протяжку с имитацией подрыва. Ты делал когда-нибудь это упражнение? Я сейчас что-то еще раз делаю. Вот, изобрази только от колен. Подожди. Изобрази то же самое. Смотри. Тебе похоже ты досуешь подрыв. Вот, изобрази то же самое. Вот, ты принимаешь скорую положение от колен. С наклоном спины. И тебе нужно ударить бедрами. Вот. Не, не, не. Опустись. Ногами немножко опустись коленем. Да, вот именно к коленам чашечек. Вот. Нет, видишь? Ты скользишь по ногам. А ты можешь немножко что-то отвести от ног. Ага. Нет. Чуть-чуть отведи, вот так. Чуть-чуть отведи, да, чтобы вот так получилось. Иначе... Вот. 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 Ага. Поделай, поделай. Ноги немного сгибаем, а то сосед придет тебе. Согни ее еще подольше. Вот. Ага. Отлично, держи. Хорошо. Все, много не делай. Руки держи прям прямые при наклоне. Прямо. Руки прямые держи. А то у тебя получается ты наклон делаешь и уже немножко начинаешь напрягать руки. Чтобы после выпрямления тащить им. У тебя должны быть прямыми. Прямыми, чтобы работала одна спина и ты это чувствовал. Потому что в подрыве у нас работает одна спина, а руки просто держат. А иначе если будешь все время прихватывать, прихватывать, напрягать руки, у тебя также и в рывке ты будешь так же чик и напряженный. Чик и напряженный. Все время будет она зависать впереди о стороне. Юр, хорошо получается. Единственное, когда ты делаешь наклон, ты совсем уж держишь прямые ноги. Вот. Немножко их сгибай. Согнул. Видишь, я сгибаю. Спины и ноги. И если в моем случае я могу сделать вот от колена, ты немножко отпусти от себя. Отпусти. Чтобы при выпрямлении у тебя получился контакт. Но контакт должен быть не бедрами вперед, а просто резко ты должен выпрямить ноги. Видишь? И она будет пошли. И это ты отработаешь контакт подрыва толчковым. Вот. Вот. Ага. Ага. Ну отлично. Как будто я делал все время. А что? У него меджин сколько его? Ноченько. 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 Ну немножко совсем прямо отпускаешь. Даже на плохое расстояние. Ну далеко. Да, да. Постарайся минимизировать. В идеале вот ты должен контактировать. Вот. Видишь? Уже гладишь. Да, да, да. Ты вот так вот добился удара и постарайся ближе, ближе, ближе к бедрам вести. Ну нормально. По основному не делай. Четыре-пять раз делай и все. Ну совсем руками меджин. Давай не с очку. Ногами съем резко. Во. А сейчас переборщил. Полуприсец взял. Угу. 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 Видишь, что у тебя колени уходят во внутрь? Потому что у тебя руки стоят все широко. Сами вступают, да. У тебя, смотри, как должно быть. Ты вот сейчас стоял, даже вот звук это было видно. Вот ты широко стоишь, да? Садишься, и у тебя колени сюда вон в твою колени. А зачем? Зачем нам искривлять приложение усилий? Это же травмирует наши колени. Вот и возьми, поставь их по роже. Я же тебе сразу обратил внимание. И разводи их во. Чтобы было естественное положение. И максимальное усилие ты на ногах сможешь прикладывать. Именно этими положениями. А если у тебя будут ноги заваливаться? Ну, представь, какие мышцы у тебя будут работать. Ну, максимум вот эти. Плюс у тебя будет нагрузка на связку. Колени начнут болеть. Тебе еще повезло, потому что ты поднимаешь там 40-60. А как поднимешься до больших весов, и все, и начнет сквозываться все. Это далеко. Ну, почему далеко? Ну, вон Меджит уже. Херает что-то какие-то веса. А протеонировался-то всего. Так, стоп. Берем нас все это, да. Смотрим, с контактом, с таким, который ты только что показывал. Вот. Только все это. А получится у тебя, вот, ты сделал прям так ногами. Ногами. Ага. Прыжок такой получается. Не-не, нормально. Ты хотя бы так поделай. С чего даже надо начинать? Нет. Старайся его. Прыжочек такой. Вытянулся. Сказывается отсутствие прыжков. А как же ты все время брал на груз? Ты стоп не отводил совсем? Ты, наверное, поэтому шарбу и ставил всегда дома, да? Да, скорее всего. Чтобы сделать подрыв и сесть на него. Да, 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 да. Ты об этом немножко не делал? Ну, надо, надо. Скорее всего. И мы делаем вот так вот. Тогда давай. Тогда давай. Знаешь, как сделаем? Тогда давай совсем уж с азов. Впередней часть у тебя все остается. Натягивай. А, уже поздно. Давай тогда. Немножко назад смещай всего себя. На носочках вписаешь. Вот. Ну, нормально. Все, разбираешь штангу. Потом берешь гриф и делаешь протяжку с прямой стойки. Смотри дальше. Сделай протяжку с прямой стойки. Ну, наверное, раз в восемь у тебя должно получиться. Сразу же делаешь узким и сюда пошел. Раз в шесть. То есть такая комбинация для вас должна быть. Делаем имитацию. Делаем имитацию. Можешь сделать? Веди руки по наберут, а вот эти штанги. Вытянулся. Взял. Вытянулся. Взял. Ничего сложного. Если будет не получаться, не волнуйся. Все сейчас поможет. Даже как с протяжкой. Вот, выпрямляйся, вытянул. Вот. Только смотри. Ты вытянулся, отпрыгиваешь вот так вот. Ну, у тебя колени вперед, да, и ты на носочках. А тебе нужно, вот ты вытянулся. Как будто тебе нужно сесть на стул. В кресло влюбленное. Нагрузку прям в ногах, в бедрах тут нужно ощущать. Когда ты прыгнул. Прыгни. Вот он уже лучше. Но смотри, ты не выкрунул, как я тебе показывал. Вот. Ведем по ногам. Ты даже думал, можешь медленно делать. Вытягиваешься. А дальше уже делаешь ширину прыжок. О котором мы говорим. Быстрый подъем мы уже потом сделаем. Вот, медленно вытягиваемся. Поднимемся. Вот. Еще раз. Плечи не забываем поднимать. Носочки и плечи. С носочками и плечи. Вот. Вот. Отлично. Давай сбоку посмотрим. Нормально. Единственное, знаешь, что у меня нет вопрос как у тебя. Ты когда прыгаешь, ты ногами вот так вот ставишь. Ты вообще в сети как садишься? Вот так вот. А почему не прыгаешь так же? В смысле? Ну ты когда сейчас отпрыгнул, ты ногами вот так поставил. Вот пока не... А тебе надо просто... Движение у меня сформулировать. Вот сейчас. Я тебе подсказываю. Подсказываю. Тебе нужно просто... Ты вытянулся и ноги просто развернуть. Не развернуть их чуть-чуть вокруг оси, а просто в сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Движение. Не надо. Не надо так. Вот. Медленно опускаем. Медленно опускаем, да. Чтобы тебя жгло... Как называется? Плечи. Ага. Ну нормально. Вот. А давай знаешь, как сделаем? Ты идешь и еще двигаешься. Ты можешь сделать и остановиться. Остановиться и стоя. Я посмотрю, сандартяжки куда-то. Пониже надо ловить. Да, да, вперед. Постарайся пониже сесть. Очень высоко прыгай. Нет, нет, нет. Возьми руки на круг и начинай садиться, а я тебе скажу, где остановиться. Стоп. Вот смотри, ты должен ловить его в это положение, но пойми. Александр, вот там смена. Да. Разрешите? Но любой тяжелый вес в этом положении... Да, тебе либо подворачивать надо будет, у тебя будет нагрузка на спину. Правильно? Логично? Поэтому тебе надо сидеть вот, с ровной спиной. Да нормально, нормально. Много раз это не делай, просто сама решай ощутить. Сейчас наша спина ловитиками, сейчас наша нога ощутим. А спина нам поможет, когда штаммы сейчас будем поднимать. Время о ней. Время о ней. Штаммы? Ну, конечно. Постарайся фиксировать это положение, не надо опускаться. Вот, отлично. Теперь постарайся вытягиваться, как я тебе рассказывал. Ноги, ой, носки и плечи. Носки и плечи, да. Да, потом уже и разброс. Да, только помедленнее, чтобы ты чувствовал, что ты выпрыгнул все эти действия. Ну хорошо, давай со мной, со мной, давай. Бери коллекции, выпрямляемся. Стоим на носочках. Плечи поднимаем. Плечи поднимаем. Вот. А теперь разброс. Вот, вот, да, да, да. Только разброс, у тебя ноги уже широко стоят вверх. Ага. Только смотри. Йо, смотри. Раз, и коленка уже ушла. Завариваешься, да. А тебе надо в тяжелой атлетике все у нас на бедрах, на бедрах висеть. Это естественное положение. Нам хочется в коленки чуть-чуть спину согнуть. А мы спину напрягаем и в коленках держим, да. Ну все, отлично, давай, такни, и попробуем. Ну сам решай, либо десятку, либо двадцатку. Что делать? Так, сейчас что делать? То же самое, только у тебя штампел в руках. И уже не останавливаемся здесь, Йо, здесь не останавливаемся. Потому что, ну я думаю, что тебе будет неудобно, как правильно на грудь. Одно единое движение делали. Вверх поднялся, да, и разброс ногу. Вот, только разброс, разброс, прыжок. Вот, отлично, молодец, взял, хорошо. Давай, повторяем, два разика еще. Поуже, поуже ноги, поуже. На старте поуже ноги, да. Как-то до этого, ты же до этого уже ставил. Я же следил специально впереди спалю. Ага, ну отлично, молодец, все. Ну вот, теперь ты прыгаешь. О-о-о, нафига себе. Труд, а? Вот, что мне нравится, у тебя углы отличные. Старты, очень хорошие старты. Сделав сто раз, у тебя это запомнится на всю жизнь. Это положение. Ну, чуть-чуть лосковатка, потом. Ну, чуть-чуть лосковатка, потом. Ну, мы уже, ну, нормально, да, да. Мы уже обрабатываем, ты потом обработаешь. Нам сейчас надо, чтобы ты потренировал, ну, весь этап, толчка прошел. Просто носки разводим немножко. Имитацию я делал, Миджи? Брата, чувак. Толчка? Да. Не видел я? Да. Толчка. 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 Вот, хороший прыжок. Только назад обрыгнул. Оставайся, ноги, в бок разводим. Толчка. Ну, ты вообще, у него ничего не было. Ничего-ничего, со временем ты сам будешь осуществлять какие усилия припадать. Нормально, вот видишь, уже с прыжком ты делаешь, пожалуйста. Тебе главное закрепить это всё на своей личности. Ну, вот в частности, кстати, вот в частности, кстати, ты сейчас, например, от бёдер делаешь, а ты садись не все, там стоечку по поводу. Вот в том положении, которое мы отрабатывали в предыдущем упражнении, вот у тебя будет отрабатываться по поводу. Постарайся не взяться одеться, если ты хоть шпаны почувствуешь, а оп, тихо, оп, и ты должен хранить, оп, и ты должен хранить. Меджи, давай сделаем уходы. Делаем уходы с груди. Побольше разрушить. В своём обычном переговоре пришёл. Паузу не делаем, на носки прям, как это, реактивируем. Вот. Немножко смотри, обращаю твоё внимание. Ты вот так вот встаёшь и прям совсем выпрямляешь ноги. Ты просто выпрямляйся, вот. Не надо акцентировать выпрямление ног и на полу спины. Вот как ты принял исходное положение, так же выпрямляйся. Выпрямляйся, а потом у тебя будет амортизационный подсек, и здесь всё же будет делать подрыв. Вот, да, так уже лучше, только в носочки ты взял. Сиди, на носочки ты отцепляешься с вещами. Ещё больше, глубже, в пятки уходи. И ноги опять выпрямляем, пока я выключаю. Ага, вот, хорошо. Так колени мешаются, вот, если я так поднимаю. А если так ещё поднимаю? Ну, ты сейчас поднимаешь, ты же правильно поднимаешь, у тебя ничуть не мешает. Не то, что не удобно, а не чувствует, распадывается. Спасибо. Ну, вот, всё правильно. Я сейчас покажу, как ты это сделаешь. Угу. 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 Руками много работаешь, автоматитный рычаг. Ага. Два раза на путь. Выпрямляйся до конца подрыв. Угу. Угу. Сейчас хорошо было. Три раза, три раза. Юр, давай. Угу. 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 Вот, вообще не открыто. Идеально сделаем. Сейчас попробуем побольше навесить, да? На грузике А. Контропируй, чувствуй, чтобы она просто на грудь легла на плечи, а то она сверху падает. Ага. Три баллачка. Угу. Угу. Вот тоже ничего не было. А, ну ты же смотришь, да? Ну, ты же всё знаешь. Тоже выполняют все эти неудобные упражнения. Нет. Много руками работаешь. Учись освобождаться. Сделал подрыв, не упал в север. А руки только сопровождаем. Не поднимаем. О, окружил лучше. Так, отлично, отлично, отлично. Ноги повозже, а просто вниз здесь. Давай-давай-давай. Не нравится, ты её раз, ты её раз и ноги уводишь, а штанга вот здесь висит. Штанга должна двигаться всё время вдоль ног. Вдоль ног они идут. А ты, бац, и всё. Колени резко убрал, а она вот здесь далеко. Потом ты сюда подводишь, а потом подводишь. Потом ты сюда подводишь, а потом подводишь. Сразу на отлично, чтобы не свил. Сверху, вот видишь, она падает всё время. Знакомься тебе. Не спеши, выпрямись и подрыв сделай. Сверху. Скоро, кротишь, кротишь. Ну нормально. Сколько потом сделаем? Быстрее. Берем стойки и шоу уже на уровень. Вот, сейчас будет что-то, скорей. Вот запоминай, запоминай, вот тебе так надо двигать для начала. Ага. Опять далеко убрал. Да, да, коленки опять что-нибудь. Опять, да, далеко убрал. Не хватаю наклонки. Чувствую. 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 Стоп. Чувствую. Смотри, видишь, у тебя проекция, ну, выкликся. Ты три раза сделал уже, все нормально. Стой, стой, не исходи. Видишь, у тебя проекция на пальцы ног. Она должна быть? Да. Она должна быть? И когда ты садишься, ну, ты, когда у тебя проекция на пальцы ног, получается, что у тебя стопа стоит далеко. И когда ты напоминаешься, у тебя получается, что болезнь очень сильно, глубоко наклоняется вперед. Получается чуть ли не коленки задвиженного стопа. Тебе нужно продать поближе и садиться в лоб. С более неправильным углом. И тогда у нас, получается, нога будет садиться и больше работы пропортирует. Попробую сейчас. Приедем в сторону положения. Ну, можно даже не браться за шланг. Во. Еще раз применяем. Ну, так, конечно, тоже. Луки не той системы. Ну, ты, блин, просто длинноногий, длинноногий. Просто ты же сам по себе, господи. Или что, поднимаете, я так убиваю. Ну, так тоже нормально. Видишь, как там свет уходит? Свет уходит. Нормально. Давай прибавим. Сколько готов? Сколько готов прибавим? Сколько готов прибавим? Сколько готов прибавим? Это плюс 10? Да, это плюс 60. А, давай... Пятнашки. Ну, есть еще? Желтые. Верк. Шип, вверх. Вверх. istem, вверх. 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 держись на носочке. И только после головы опускаемся. Нет, рано опустился с носков. Смотри, надо делать не так, как я обращал внимание, многие делают горючки. Они подтянули носками, и сразу же штамма только пошла, и они опустились. И тут идет живо руками. Это шум, живо руками. Это работа, как тебе сказать, это мы должны выполнить штаммы и тянуться, продолжать тянуться и держать, а потом только раз мы опускаемся и опускаемся. Видишь, я на каком этапе опускаюсь. И опускаемся. Опускание начинается после головы. Опускаемся. Ноги сильно выпрямим и на конкурс до послева. Постарайся равномерно подниматься. Просто поднимем локоть. Ага. Все. Пошло? Вещи ногами. Глубже подсед. Когда первый шлунг, он глубже, чем толчки у нас. Да. У нас работают две ноги и руки. Нет. Маленький подсед был. Вот. В колени садимся. Ну вот. С носками уже более-менее нормально. Повнимательнее не садись в колени. В колени не садись. Садись в таз садись. Да. В таз садись. Ты должен чувствовать нагрузку прям в пояснице. В пояснице должен чувствовать, что вот. Раз. И сюда прям в пояснице нагрузка пошла. Осевая я не говорю. А так ты нагрузку выручишь. Ногами держишь. Держишь. Я договорюсь. Держишь. Переход. Переход. Сейчас вообще что-то хер застет. Садись. Ты просто попробовал подрежем, поэтому немножко не получилось. Снимай. Снимай. потому что он не подсел вот, рельщи, рельщи и упрямления оп, еще рельщи на носочке он дольше это задерживается вот, после упала опускаемся рано опустился вот, хорошо, хорошая работа, молодец давай без шагов, комментатор всегда в своей тренировке делаем свою специальную размивку специальная размивка специальная размивка в нее входит имитация либо рывкального толчка либо слеса потом с палочками, с легкими грифами просто с грифами либо второстепенные какие-то упражнения в технике это неправильно вот, давай все повторяем без накопления вперед делаем подсед нет, стоп смотри вот я встаю так же как ты вот так делаешь ты ты делаешь вот так и подсед это чувство не только избавиться ну почему ну да ну да если потому что ощущение что нужно делать это чтобы были не а иначе они будут уходы если человек не надо спрашивать что получается что чуть-чуть вперед находят хорошо иди сюда покачьем поэтому в основе спрашивать и парень смотри и спрашивай и ну так как ты делай держишься и делай дальше как так как в как хорошо просто Вот, видишь, он подсадился? А, вот, вот, подсадился. Видите? Небольшое отходение идёт от стены, но всё. Я двигаюсь вдоль стены. Видишь, у меня ноги согнуты, да? И в колени они согнуты. И спина, например, у меня сам рукой есть. Ну, чуть-чуть добавить в пол. Я вот и отпущу, а ну, где-то, по сравнению с тем, в твоём доме, да? Тут хоть какое вот такое полочеку дело, пускай. А вот тебе надо, по-моему, начать так обеспечивать, если вот такая. Ну, вот. Это мой клиент, да, только так. Нет, когда мы что-то начнём, давай. Начинаем это все под себя. Вот, и у тебя положение, как будто у нас остановись. У тебя старение, нет, 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 нет. И в таз, в боксе. У тебя пройдут поясница и плечи. Вот, два пальца. Тебе хватает на спину. Потому что леготические мышцы подойдут. Какая тяга. Вот, да, 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 да. Чуть побольше подсели. Чуть побольше. Так же с ровной спиной. Вот. Вот ты стоишь. Да, 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 да. Только смотри ему. Ты садишься, да? И стараешься это почувствовать. Старайся не так ощущать правильное положение. Постарайся его раз, подсели. Раз, подсели. Чтобы каждый раз ты менял свое положение и возвращался в то же самое. Да, да, да. Вот, вот. Вот правильно ты делаешь. Да. Меджи, сколько поток сделает? Два. Еще давай два. Только смотри. Ты делаешь вот такие вот шаги. А надо вот. Короткие. Ага. До конца мы управляем ноги. Понял? А так нет, так что все уже закончилось. И толчок. Давай, к вам, портфинанский. Ну ничего, нормально все. Главное, чтобы ты уже повторял. Нет, побольше. Нам нужно еще чуть побольше. Да, чуть побольше. Смотри, у тебя ноги, ну не на одной, конечно, линии, но видишь, ты стоишь густойчиво. Чуть шире сделать. Ты можешь, ну смотри, вот так вот стоишь. Мы, если, например, ширина плечи твоих вот такая, да, то теперь, когда я держу штангу напрягу, у нас ноги чуть-чуть поршенье стоят. Они не очень широко, но и не узкие. И когда мы делаем размножку, мы ноги заставляем, и получается, видишь, довольно-таки устойчивое в плане ширины и положения. У тебя же ноги в одну линию стоят. Постарайся ей просто вверх, вперед и назад. Нет. Нет. Прошу, сейчас, как я говорю, положу, чтобы ставить ноги, как ты будешь штанг, на другие, на другие. Вот смотри, вот видишь, вот так стоят твои ноги. Это ширина твоих ног. Соответственно, у тебя вот здесь полная стопа, а здесь сильная стопа. Теперь сделай размножку, посмотри вниз, где теперь твои ноги. Сейчас ширковато, до этого было лучше. Ну давай еще раз попробуем. Вот смотри. Видишь, у тебя задняя нога ушла и передняя немножко ушла. Вот, кстати, в задней ты также можешь себе, когда разминаешься, что-нибудь подложить, те же лямки. А сейчас лучше. Так, давай посмотрим теперь, в эту ногу. Она будет под кого-то. Ага, правильно лежит. Давай. Мышцы должны встать на ногах. Вот так. Нет. Сзаднюю ногу, она у тебя все время такая прямая? Или что? А если чуть-чуть заднюю ногу идем? Выдобно будет? Почему? Не, не, сзади ногу. А то она прям совсем у тебя ровная. Да, да, да. Вот так вот. Вот так вот удобно тебе? А они опять в конференции, в статике, чтобы ее секунду по 8, а держат. Ну смысл какой? Ну если вы пытаетесь, чтобы она была в каком состоянии. А, то есть наоборот они выше? Да, да, да. А, я тебе просто хочу объяснить, что если у нас нога прямая, мы, как тебе объяснить, у нас нет силового упора. Я, в принципе, должен быть это более часть. А то, в принципе, я пытаюсь сделать вот так. Когда хорошо у меня. Но я же, кстати, в голове со стороны я вижу. Это я, когда просто в конце этой перерывкой статично стою, пытаюсь все делать, чтобы у меня была такая динамика, и я подумал. Хорошо. Ну давай подход скорее. Подправить. Еще раз. Это сколько ты? По четыре круга делаешь? По два. По три круга, правда. Четыре сделаю. Ну как, два круга. По три? По три? Нет. Сокрыт. По дружке на два дружка. Смотри, как у тебя получается. Да, ты все сделал правильно, но ты получается ровно. И вот так ты стоишь. Тебе нужно подальше передвину, побольше ее согнуть. Тогда и сзади у тебя автоматически будет тоже чуть-чуть гибаться. Ей неудобно будет быть ровно, прямой. Вот. Видишь, сзади нога у тебя немного согнулась. Ну как через все? Смотри, сзади нога согнулась. И деревья. Ниже лучше чуть-чуть. Ниже лучше чуть-чуть. Не, короткая. Давай, Сашка попробуем. Сможешь так попробовать? Вот. Остановить. 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 Вот посмотри на себя. Ведь ты же не с такой же раздушкой прыгаешь. Ты сейчас прыгаешь с правильной раздушкой. Ту, которую я тебе показываю. Которую я тебе стараюсь объяснить. А ты говоришь? Нет. 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 Вот. Смотри. Хорошо. Стоп. Давай сейчас натурально тебе покажем. Прыгни в ту раздушку. Смотри. Кладуть вверх. Под носу. И еще раз под носу. Теперь давай впрыг. Ну, впрыжок. Не-не. В прыжки. Раз, два, три, четыре. Прыгни, я стараюсь. Идем. А парень, вот. Побольше. Ага. Сзади немного спрошу. Ага. Стоп. Ну вот, у тебя такая раздушка важна. Она не должна быть короткая. Ты должен, как бы, не то, чтобы сполстаться. А, да. Но она должна быть значительная. По сравнению с твоей полевой стойкой, она, если, например, сделала по подкидыванию, она не должна быть вот такая у тебя раздушка. Должно быть какое-то опускание в присутствии. Должно быть оно значительным, чем ты стоишь в стойке. Должно. Давай попробуем. Без... Ну, мульмитации. Постарайся, то же самое раздушку. Еще раз. Вот. Повторяем, то же самое положение. Ага. Чуть-чуть. Немножки немножко раздушим. Чуть-чуть-чуть. Усталось? Усталось? Усталось. Ну давай сейчас устроим тэпик, постарайся. Давай сейчас не будем обращать внимание на ширину ракшки. Ты в зале у себя обязательно поставь, как ты ставишь при посыле. Впереди тяги положи и имитируй. И смотри, чтобы они не скучались во внутрь. Чтобы вставали также на эти линии. А сейчас давай займемся ракшкой, толкая глину. Я тебе буду подсказывать, как надо. Пошире, по ручке. Вот, ага. Вот стоишь на меня, смотри или просто слушай. Поистеются важные какие тебе хочешь рассказать? Вот. И теперь тебе надо садиться, вот как ты по стеночке садился. Ровный подсед. Да, вот, 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 вот. Вот. Вот, попробуй несколько раз и делай толчок. Я все время у вас еще в колени сяду. Нет, я тебе буду говорить, ты главное не останавливайся. Во-первых, не грибируй. Вот. Чуть-чуть побольше разложишь, чуть-чуть. Чуть-чуть. Побольше, минуту побольше. И вот эту ногу чуть-чуть попробуем. Вот. Только согни, только согни чуть-чуть. Вот, вот, вот. Да, да. Вот. Видишь? Всю, у тебя уже она сгибается, получается. Не нужно после тренировки так тренировать. Это не наработается. Попробуй подсаживайся. Нет, коротну. Ты также пробуй подсаживайся, как ты несколько раз подсел, ровно подсел. Я же смотрю, я тебе буду говорить, когда ты вперед уйдешь, в колени. Пока ты ровно подсаживаешься. Ну, теперь размножка. Оп. Не, короткая. Пошире ноги разбрасывай. Пошире ноги разбрасывай. Пошире, запоминай. Чтоб я это отложил в голове. Чтоб задок пришел в зал и повторял то же самое. Ну, нормально, нормально. Немного на переднем, но ничего. Сейчас самое главное научиться на разножку правильно. Вот, хорошо. Немножко сомни займешь. Тут получается, смотри, когда ты толкаешь напрямую ногу, нет упора. Вот, если ты немножко согнешь, то ты в нее упираешься. Тебе нужно почувствовать это ощущение. И не в конце ты ее ростуешь, а я тебя так сгибаю. Тебе надо встать либо перед зеркалом, либо просто прыгнуть и смотреть на себя. Согнуть, или она, например. Ну, будет так и удобно каждый раз. Ну, зеркало очень удобно делать. Дома перед зеркалом. Те же штампы не надо поднимать, не надо просто отработать. Чтобы видеть, она прибавит, и немножко сомни. Вовременный сам смотри, когда тебе пара. Садишься хорошо, садишь все нормально, ровно. Садишься. 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 А вот длина размошки очень короткая, у тебя получается тык, и эта чуть ли не прямая, и это как циркуль ровная. Тебе нужно обязательно перед каждой тренировкой толчковой всегда отрабатывать вот эти два элемента по два подлинных подхода. Кидать тяги, чтобы ноги не на турнике уходили, а ровно. И обязательно вот это. Ты также можешь себе поставить свою длинную размножку, которую хоть сейчас можно сберить, ты будешь знать. Кладешь тяги сюда и вот сюда. И стоишь и смоешь. Опа, ногу вот так. Ой, ногу вот так. И со временем это ни одной, ни двумя. Это надо повторить пятьдесят, ну, сто раз. Но потом у тебя уже сформируется двигательный навык, ощущение вот этой вот твоей глубины размножки. И ты будешь, ну, и смоешь. Таз назад мне нужен. Ну, чуть-чуть побольше над ножом. Чуть-чуть. Борис вперед, борис вперед. Вот, лучше, лучше. Задняя нога лучше согнуть. Попробуй чуть-чуть побольше. Чуть-чуть добавь. Да. Ага, хорошо. Ну, как-то смотри, мне кажется, ты его уворачиваешь, что-то замернулось. Да, чуть-чуть побольше. Да, чуть-чуть прямо в шоке. Перебор какой-то. А, нет, нормально. Нет, не включилась бы. Ну, либо она разворачивает, либо она по прямой может. Она может и по прямой стоять в тебе ногу. И когда мы обучаем новичков, мы объясняем. А там уже дальше, кому как удобно. Ну, вот такая разложка нормальная. Видишь, я у тебя уже не комментирую. Старайся сейчас пробку. Сразу же раз, толкнул, раз, толкнул. Оп, хорошо, вот. Да, только видишь, посмотри, ты толкнул в короткую, начинаешь сгибать заднюю ногу. А получается, что ты вот стоишь вот такой вот. Нет вот этой вот. Ширины разложки. Согни. Ну, что ж ты. Хорошая была разложка. Нет, короткая. Согнутая нога. Пока не надо. Делай длинную, а вдруг потом согни. Ну, вот сейчас хорошо. Более-менее у тебя разложка. Ну, можно было бы и не сгибать. Нормально. Вот, хорошо. Толкай пока. Чувствуй, чувствуй, повторяй. Нет. Немножко на переднюю ногу свалился. Ты ее подкинь и ноги разбросим. Не надо ни вперед, ни на переднюю ногу как бы шагаешь. Ага. Ну ладно, давай так. А вот сейчас прыгаешь во рту это уже положение. Нет. Короткую. Короткую. Вот. Хорошо. Заднюю ногу тут загнуть надо. Ты не слышишь ноги, представляете? Тебе же надо почувствовать. Упоры сзади ноги. Ну, ушел. Не-не, минимум. Завалился. Но это из-за того, что в одну линию. Проблема одной линии какая? То, что ты хоть вот так вот ноги поставь и на одной линии все равно ты неустойчива. Для чего мы, у тебя получается, если ты ставишь ноги так же на ширине плеч, получается у тебя упор в эту сторону становится, но он все равно, ну, площадь все равно маленькая. Чтобы ее увеличить и не расставлять ноги совсем широко, вот этот клуб, он получится, должен поплавить, а вот в голову. Нет. Ты должен сплоткать вот так вот. Правильно? И ноги разбросить, и еще и в сторону. Это неудобно. А для того, чтобы увеличить площадь опоры, ты расставляешь ноги, как обычно, и чуть-чуть разворачиваешь, пятую и пятую, получается у тебя вот настолько вот, красиво, здорово, общая площадь. Без подседаний. Постарайся сразу. Ну, как-то ты, конечно, как раз заднешься. Сразу подсел, толкнул, подсел, толкнул. Вот, хорошо. Чуть-чуть побольше. Это минимальная разножка, которую ты должен делать. Вот. Согни сзади ногу чуть-чуть. Вот. Только упрись в нее. Уперся? Удобно? Нет? Да. Ну ладно, готово, пока не понял. Потом. Со временем. Давай пару раз играть еще. Вот. Хорошо. Вот. Вот. Нормальную разножку уже все время прыгаешь. Все. Давай подтолкай еще один... Ты даже сискало будешь заниматься? Потом мы... Давай тогда еще один подход на этот вес. Потом поставим побольше и посмотрим, как... Увеличение веса скажется на твоей разножке. Увеличение веса скажется на твоей разножке. Потому что, если, например, с увеличением веса набуть в сет, можно встать, не без изменений. Но, когда становится вес более тяжелый на шланге или спортсмены прыгают в разножку, начинают прям... А минимальный вес увеличиваешь, и все. И начинается очень... Каратет начинает, технику меняет, а вот нужно... А техника, наоборот, когда вес растет при толще с другими, наоборот, и может, начиная от своей идеальной разножки, в более низкую. Потому что только за счет этого ухода мы на большую высоту можем пройти штамп. А спортсмены, наоборот, начинают зацикливаться вот на дожимах руками и вплоть до окна. Вот так вот. То есть у них даже и подобие разножки, можно назвать, не происходит. Вообще-то это получилось. Но это все не получается из-за головы. Из-за головы и, ну, как бы, тренерской помощи, ну, слова, скажем так. Потому что вот, ребята, вот я тренирую, слабо выталкивали переднюю ногу. Достаточно было просто сказать, выкидывая переднюю ногу, ты во время посыла должен сознательно свою ногу, вот как ты там поднимаешь куда-нибудь, да, ты же напрягаешь мышцы. Так же ты их должен сознательно, при посыле, да, выкидывая. Да, потому что заднюю ногу, что у нас выкидывает заднюю ногу? Бицепс бедра, вот такая вот мышца и ягодицы. Чего я тут выкидываю? Я же не прилетела переднюю. А вот переднюю, переднюю на что можно прикинуть? Да ничто, кроме вот этой, вот этой, приводящей маленькой мышцы. И поэтому, когда мы выталкиваем, порой, почему мы на переднюю ногу выталкиваем? Потому что заднюю ногу мы выкинули, а переднюю вот, ну, это, как там, мышца, ну, либо не сработала, либо она слабая. Поэтому нужно при выталкивании, выкинуть, выкинуть, только тогда будет получаться. Ну, это тебе как для информации, а так вообще тебе сейчас нужно ту самую разношку. Давай. Вот, хорошо. Но она минимальная, имеем ввиду, усилие прикладывает значительно. Старайся каждый раз. Подсек, посыл. Подкидывание должно присутствовать. Вот, вот, и в разношку сразу прыгнул, хороший. Нет, на переднюю ногу. Ну ничего, нормально. Все, по подъему в стойку обязательно, я как понял, ты их не делаешь, обязательно делай подъем в стойку. Рывок в стойку, ногу в стойку. Надо, надо обязательно. Помогает освоение неправильного подрыва. Мало того, освоение неправильного подрыва и ухода. Т.е. у тебя, получается, подрыв ты сделал, и обычно падаешь, да? Такое у тебя длинное расстояние. А тут, получается, ты подрыв сделал, и тебе надо резко, оп, и здесь его будет подхватывать. Либо в грузке, оп, и здесь его будет подхватывать. Давай, экзамены тебе нужно пройти. Постарайся сделать такую же самую разношку. О, отлично! Вот это я понимаю, чему ты научился. Давай, чтобы это не было случайностью, повтори все три раза. Останчивайся. Да. Немножко неуверенно, но разношку да. Вот, нормально. Повел в сторону, и ты за вот этой прямой линией подавать у тебя уходит. Но это пока отработает. Ну все, замечательно. Все, молодец. Все состоял. Вот, постарайся на своих тренировках все это закрепить. Вот, постарайся на своих тренировках все это закрепить.